Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами на канале «Голос Великоновой Долины» Светлана Портнова. И хотела бы сегодня поговорить об одном очень интересном вопросе, который мне задали, как я училась водить. Вождение в Америке связано с получением прав, и первые свои права я получала еще в тот момент, когда мы жили в Сан-Франциско, где особенно мне не приходилось пользоваться машиной, потому что там довольно-таки хорошо развита система общественного транспорта. Но права получать было нужно, поэтому поехали в Баэрию, и там я... Первый тест меня прогнали с первого занятия, со второго раза я сдала этот тест, потому что там была очень смешная ситуация, когда я выезжала со двора с инструктором, с правой стороны припаркованной, не с той, с которой положено стоять, с правой стороны на дороге стояла припаркованная пожарная машина. В ней сидели веселые пацаны. А я выезжала со двора, и мне нужно было повернуть налево. И выезжая со двора, эта машина с правой стороны загоражила мне обзор. Вот. И я не видела, что там за ней выезжает следующая... Ну, просто легковая машина какая-то. А эти веселые ребята, которые сидели в машине, они знают, что там ДНВ, там люди сдают, это получают права, понимают, что это новенькие. Наверное, им хотелось в какой-то момент повеселиться. Я не знаю, уже видели они ту машину, которая за ними ехала или нет. Но, во всяком случае, когда мы поравнялись вот с бровкой тротуара и должны были уже выехать на проезжую часть, они еще весело задудели в пожарную сирену. Вот. Что был такой отвлекающий маневр, не совсем приятный. И в этот же момент оттуда из-за них выехала машина. Я уж не знаю, каким чутьем у меня сработало, но я нажала на тормоза, и инструктор схватилась за сердце в этот момент. Потому что, с одной стороны, очень сильный звук пожарной сирены, с другой стороны, выехавшая машина, и мы на проезжей части. В общем, мы все представляли из себя угрозу. Но в этот момент я поняла, что, в общем-то, я права получу. Этого было достаточно. Ну, таким образом, я получила права, что отнюдь тоже не значило, что я умею водить. Но просто следовать каким-то правилам на тихой улице, где не так много машин, в общем, как-то смогла. Потом мы переехали в долину, и здесь у нас с транспортом похуже. Автобусы ходят по расписанию, и вечером вообще не ходят. И, собственно, этих автобусов не так много, а вы видели, у нас очень много одноэтажного жилья, и, конечно, вот в эти глубинки автобусы вообще не заезжают. Поэтому нужно было учиться водить машину. Как только мы переехали, мы купили мне машину уже с автоматом, как положено. Это была машина Ford, Ford Explorer. Там вполне приличная, красивая, серебристая. На ней было не очень много наезжено. Миль, по-моему, 40 тысяч было наезжено. Ну, в общем, такая машина, она мне очень нравилась. И мне нужно было-то всего доехать по прямой, по элькамино, по локальной дороге. Это не был хайвей. Мне нужно было доехать. Я в то время работала в Стэнфорде, в госпитале, в их компьютерном департменте, и занималась обучением персонала, работе на персональном компьютере. Мне нужно было проехать буквально там, не знаю, 5-6-7 по Эль-Камин-Реал, где стоят светофоры и по одной прямой, потому что наш дом тоже находился на Эль-Камин-Реал, и Стэнфорд тоже заезд в него был с Эль-Камин-Реал. Первый день Михаил вызвался сидеть со мной рядом. Мне было страшно ужасно, потому что, несмотря на то, что улица эта локальная, все-таки движение по ней было довольно-таки интенсивное, тем более в начале рабочего дня. Там очень много светофоров практически на каждом перекрестке. И, в общем, нужно и соблюдать дистанцию, и как-то двигаться так вот. Ну, иногда бампер-то-бампер. У нас это называется, я не забыла по-русски это сказать, что, когда одна машина идет за другой, расстояние не очень большое. Первый день, когда он со мной поехал, когда было что-то, он все время что-то говорил такое, чем водил меня в состояние близкой к истерике. И когда я уже доехала, я думала, что я убьюсь. Вот эти несколько миль по фривей, я думала, что я просто не доеду туда. Но когда я доехала, у меня была полчасовая истерика, после чего я подумала, что я, наверное, лучше убьюсь на дороге, чем я еще раз с ним рядом поеду в машине. Это было чудовищное состояние, то есть он меня просто загнал. Потому что стресс невероятный. И на следующий день, когда он снова собрался со мной ехать, я уже сказала, нет, я не поеду с тобой, я поеду одна, и все, уже будет как будет. Ну и поехала, конечно, страшно было очень. То есть любая машина впереди меня казалась мне угрозой, что я сейчас на нее еду, что такое случится невероятное. Более того, ну и бывает же без приключений. Как раз вот первый раз, когда я сама поехала, у какой-то машины красной, которая ехала буквально впереди меня, вдруг на светофоре открылся багажник. То ли они нажали кнопку внутри, то ли что, я не знаю. Но когда у тебя перед носом ты себя не очень уверенно чувствуешь, на дороге вдруг открывается багажник, опять я испугалась. Вот. Но опять было страшно, но доехала, вроде все нормально. И постепенно, постепенно стала осваивать один единственный маршрут. И мне кажется, наверное, чисто интуитивно этот путь был правильный. Наверное, так все люди делают. Но поскольку я не знала, как делают другие люди, то училась сама, как понимала. Мне нужно было доехать до работы и домой. До работы и домой. Ну и вот я ездила по одной этой дороге до тех пор, пока не стала чувствовать себя уверенной. Уверенной на этой дороге. Мне стало немножко легче. Я стала как-то более раскованна, менее стала уставать. И тогда я подумала, что неплохо бы мне на обратном пути заехать в магазин наш продовольственный. И что там купить? Это был уже новый для меня маршрут. Совершенно неожиданный. Плюс нужно было парковаться в неожиданном месте, найти эту парковку. Там машина тоже возле продовольственного магазина. Он у нас называется Safeway. Заезжают, въезжают, заезжают, въезжают. То есть это был еще дополнительный стресс. Но я выдержала это испытание, заехала в этот магазин. И тогда я поняла, о, классно. Слушай, я могу заезжать уже в магазин по дороге. Тут же большое дело. Ну и стала это практиковать. И освоила к своему основному маршрут. И еще какой-то маленький дополнительный. И вот так следует той же, той же, той же методике. Шаг за шагом я постепенно приращивала к своему стандартному пути на работу с работы. Какие-то небольшие дополнительные маршрутики, которые позволили мне себя более-менее комфортно чувствовать на локальных дорогах, без выхода на фривей, по которому мы сейчас едем. Но мой контракт скоро закончился. И мне предстояло ехать искать работу. У Михаила была своя работа. И меня возить было некому. Но один раз он там отпросился, меня повелось. И все, по фривеям до этого я не ездила. А на фривеях скорости другие. Вот я сейчас еду медленно. Но у меня скорость, если в километрах в час, так это где-то около 100. Хотя кажется, что мы едем медленно. Вот. А в милях это 50 миль. Я еду довольно медленно по нашим меркам. Мне нужно было выехать на фривей и доехать до работы. Вообще не какой-то новый маршрут, не знакомый. И самое трудное было выехать на фривей. Когда машины все несутся со скоростью 100 км в час. Вот сейчас у меня такой неприятный момент. Потому что сзади меня едет машина и мне нужно перестроиться. Так вот, значит, когда нужно выехать на фривей, ты стоишь, а все машины проносятся на скорости 100 км в час. И думаешь, ну все, я убьюсь точно. Я точно не выйду на этот фривей. Это будет моя последняя дорога в жизни. Ух, затаила дыхание, набрала побольше воздуха, выехала. Ну, когда уже выехала и набрала скорость, уже ничего. Все уже едут примерно с такой же скоростью, уже вроде как нормально. Но каждый выезд на фривей, в общем-то, был сопряжен с определенным стрессом. Это было не просто, это было страшно. Но опять же, постепенно, постепенно жизнь заставляла, нужно было куда-то ехать. И вот я, в общем-то, еду по фривей. Это фривей простой, он простой на том участке, где я еду. Тут нету сложных разрезов, потому что когда ты едешь, у тебя впереди 4-5 сложных разрезов. И глаза разбегаются, не знаешь, куда ехать. Слава Богу, появились навигаторы, которые хотя бы тебе дают какой-то ориентир, куда встать, в какую линию, где повернуть и так далее. А в те времена, когда мы учились, этого же не было. Вот. И это все было очень напряженно. Я и сейчас боюсь этих больших развязок. И, в принципе, я не считаю себя очень хорошим водителем, хотя практически за рулем уже 25 лет. Но вот на небольшие расстояния, небольшие пробежки такие я в состоянии ездить. А вот если мне нужно в Сан-Франциско поехать, делать улицы гораздо уже, чем у нас здесь в Берии. Вот это интересный такой факт. Ну, там город, там маленькие тротуары, там узкие улицы. С парковкой вообще плохо. И такой парковки, как у нас, просто нет. Там нужно парковаться к бортику. А к бортику парковаться я до сих пор не умею. Жизнь не заставляла, а вот не умею. И каждый раз ехать в Сан-Франциско, у меня там мама живет, это для меня очень большой стресс. Это где-то больше часа езды в один конец. И с парковкой там вечно не найдешь этой парковки. Нужно как-то встраиваться между этими машинами. Я не умею это делать. И это очень для меня сложно. Я уже ободрала все колеса у своих машин. Каждый раз, когда еду. Ну, если Миша бывает свободен, он меня возит. А если нет, то приходится уже со мной никуда не денешься. Опять же, жизнь заставляет. Ну, вот этот сюжет касательно моего водительского стажа. Небольшой любитель ездить сама. Я на дачу боюсь, что сама бы и не доехала. Там довольно-таки тяжелое. Это вот кажется, так Михаил ведет свои видео. И кажется, что все так элементарно просто. Вот он едет, разговаривает, и машину ведет. И все это еще темно. На самом деле там дорога очень гористая. То вверх, то вниз. И скорость то нужно то прибавлять, то убавлять. И, в общем, там непростая дорога очень. И многие наши знакомые вообще в темноте по ней предпочитают не ездить. А уж разговаривать в это время и подавно. И мне даже страшно, когда он ведет машину, еще разговаривает в это время. Но, не знаю, он такой человек. Малтитаскинг, как у нас это называется. Может много дел делать одновременно. И еще ему это не как-то не так страшно. Не знаю, я боюсь. Я не путешественник. Я люблю сидеть на насиженном месте. Меня вполне устраивает поездки на дачу. И совершенно нет желания никуда дальше ехать. Ну вот, на этом мы и закончим. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok